Ты сам признаешь, что власть в Чечне окрепла последние годы, а ваше положение стало плачевным. В чем уязвимость в вашей стратегии и что нужно поменять в ней? Почему к чему такое отношение? А какое должно быть? Как вы думаете, какое может быть отношение? Проблема, знаете, этих спортсменов, она не в том, что они плохие спортсмены. Они, может быть, о том, что будьте осторожны с Халитовым, не нравится, как он появился, возможно, Крот, да и противосвожник. Сколько угодировали людей в подчинении? Ну, такой подсчет, конечно, я не проводил. Если взять чисто силовые структуры, то там порядка 30 тысяч человек было. Сейчас, после начала крупномасштабной войны в Украине, они там сформировали еще какие-то батальоны. Не знаю, насколько они увеличились. Но это только силовики. Помимо силовиков есть ведь еще всякий чиновничий состав, там их какие-то близкие, муфтия и так далее. Их тоже можно причислить к нему. Поэтому, не знаю, какое-то количество людей, конечно, немалое количество людей у него есть. Ты сам признаешь, что власть в Чечне окрепла последние годы, а ваше положение стало плачевным. В чем уязвимость в вашей стратегии и что нужно поменять в ней? К сожалению, мы... Это не наше... То есть, то, что власть в Чечне, как ты говоришь, окрепла, хотя последние годы, я не согласен, что она последние годы окрепла, она, наоборот, последние годы стала уязвимее. Но это, конечно же, не существенная уязвимость. То есть, потеря вот этой вот власти. В каком смысле, да, они потеряли какую-то там, какой-то контроль над людьми? Если раньше те, кто высказывались против, их практически не было. Если какой-то критики этой власти практически не существовало. Если практически любая сфера была вообще под жестким контролем. Если даже ношение бороды мужчинами было под запретом. Ношение хиджабов, как полагается, нашими сестрами было под запретом. То сегодня все эти моменты, они удалось добиться, чтобы бороды носились, хиджабы носились. Чтобы выступающих против стало гораздо больше. То есть, в этом плане результат есть. Но ожидать, то есть, ожидалось ли, что от этой деятельности, от того, что мы здесь что-то там, какую-то критику делаем, что там власть поменяется, конечно нет. Было бы слишком глупо подобное заявлять. Я понимаю, что здесь есть люди, которые это заявляли на протяжении 20 лет. И продолжают это делать. Но этот вопрос нужно задавать им. Для меня никогда не было секретом, что это чисто популизм. Что вот это обещание людям, что все, вот еще чуть-чуть, скоро мы вернемся, мы будем жить, как мы хотим, в своем государстве. И понятно, это популизм. На самом деле, конечно, ничего подобного в скором будущем не намечается. На самом деле, для того, чтобы реализовать вот эту мечту, для этого нужно сначала самим организоваться, сначала исправить свое положение, свою ситуацию, в которой мы сейчас находимся. А потом только уже думать о какой-то стратегии. Пока, к сожалению, положение у нас не излучшено. Почему к Чимаеву такое отношение? А какое должно быть? Как вы думаете, какое может быть отношение? Проблема, знаете, этих спортсменов, она не в том, что они плохие спортсмены. Они, может быть, я, конечно, не специалист в этой теме, но я думаю, что спортсмены хорошие. Этот же Чимаев, скорее всего, спортсмен хороший. Как минимум, он не проигрывает, выигрывает, значит, данные у него хорошие. Проблема в том, что они с этими своими данными, то есть, будучи хорошими спортсменами, они не нуждаются в том, чтобы присмыкаться перед Кадыровым, становиться частью этой пропагандистской системы, становиться няньками его детей, кувыркаться с ними. Все они в этом не нуждаются. Они без этого могут... В принципе, они и создали свое имя без него, без его помощи. Большинство из них. Вот в чем их проблема. Если бы они в какой-то момент, когда они становятся перед этим выбором, если бы они сделали тогда, возможно, тяжелый для себя выбор, может быть, где-то было даже страшно в этот момент, когда ты отказываешь. Они ведь... Наверняка, это первый контакт, он происходил не так, что там сам Кадыров позвонил, а там какие-то посредники с собой хочут связаться, вот хочет... То есть, какие-то вот были же пробросы, и в этот момент какой-то страх. Ага, если я сейчас откажусь, то там они кого-то могут напрячь, или у меня, может быть, там будут какие-то проблемы. То есть, это вот наущение. Если бы вот в этот момент они проявили стойкость, и не пошли бы на этот контакт, не пошли бы на поводу, то сегодня они были бы в авторитете, они были бы уважаемы среди нормальных людей, достойных людей. Но, к сожалению, многие из них сделали вот этот выбор в тот самый момент, который поставил их в положение, когда достойные люди их уже не уважают. И они стали... Достойных людей стали чужими, а своими они стали среди предателей, среди отщепенцев. И там... И теперь они довольствуются тем вот этим респектом, который они там получают. И, конечно, они получают от этого блага, такие мирские. Но та честь, тот авторитет, который они потеряли, его они уже никогда не восстанавливают. Если они, конечно, не сделают что-то. Например, втершись в доверие Кадырову, раз там где-то во время спарринга, например, так, нечаянно, раз и какой-нибудь позвонок шейный ему свернут, то в этом случае, конечно, да, они сразу восстановят весь свой авторитет. Но навряд ли они пойдут на такое. Как ты думаешь, если бы Басаев не пошел на Дагестан, была бы Вторая Чеченская война? Конечно бы была. Поход на... Смотрите, эта пропаганда пытается представить все таким образом, что якобы Басаев пошел на Дагестан, и поэтому, типа, началась война. как будто бы не было вот этих всех взрывов домов в Москве, в Волгодонске, в Каспийске, как будто всего этого не было. Это никак не было связано с походом Басаева на Дагестан. То, что взорвались дома в Москве, Рязанский сахар, в Рязани, вот эти вот все истории, это ведь была подготовка к вводу войск. То есть, на тот момент Путин не обладал такой полнотой власти, Государственная Дума тогда была реальным парламентом, и Путин не мог без одобрения парламента тогда вводить войска. Поэтому вот это была та почва, которая подготавливалась для крупномасштабного вторжения. И когда кадыровская пропаганда постоянно акцентирует внимание на вот этот поход на Дагестан, они пытаются отвлечь от этого. Хотя очевидно, что поход на Дагестан, это в этой, да, конечно, в этой подготовке к вторжению это сыграло на руку к Кремлю. Но первопричиной это не было. Все эти взрывы в российских городах, это все ведь началось до Дагестана. Они взорвали свои собственные дома, готовясь к этому вторжению, еще до походов в Дагестан. Ты же работаешь на ЦРУ, и это факт, говорит. Ну, факт, это когда есть какой-то, я не знаю, документ или какое-то подтверждение этому. Если я просто на них работаю, я бы хотел, наконец, увидеть какую-то пользу с этой работой. Где моя зарплата? Почему мне ее не выплачивают? Потому что будьте осторожны с Халитовым. Мне нравится, как он появился, возможно, крот. Это и противосвожник. Подтверждение документов нет, просто на заметку. Все, буду осторожным. Хасан, возможно, крот. Так и записали. Сейчас у меня здесь блокнотик есть, надо записать это. Хасан, возможно, крот. Мисс Хасан. Тумса, наша вражда разваливает Кавказ. Он у нас один. Не вечно же вам вещать из-за кордона. Нужна общая и согласованная политика. При каком условии вы вошли бы в команду Кадыров? А можно я вечно буду сидеть за кордоном и вещать? По-моему, эта перспектива получше, чем войти в команду Кадырова. Субтитры создавал DimaTorzok